И также завтра в Краснодаре наградят семьи, которые воспитывают четверых и более детей. Их наградят медалями Краснодарского края, которые называются «Родительская доблесть». И сейчас у нас в студии семья, которая в прошлом году удостоилась этой медали. Андрей и Юлия Кондо. Андрей, Юлия, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Точнее, приехали. Вы издалека, насколько я знаю. Где медаль? Дома. Забыли. Забыли дома, да. Но лежит на почетном месте. Где хранить это? Храним под стеклом в специальном уголке нашего дома. Скажите, насколько для вас было важно получение этой медали? Что она вам дала? Ну, в первую очередь, дала гордость за семью, за... у меня гордость за супругу, что она у меня выносит все эти тяготы и лишения. Вот. Ну и, конечно, те заслуги, которые имеют и дети наши, и в части мы. Юль, действительно тяготы и лишения? Да нет, это, конечно, приукрасили. Ну, дети это хорошо. Расскажите о вашей семье. Чем занимаются ваши дети? У вас их четверо, правильно? Шесть. Шесть. Шесть, простите, да. Шестеро. У нас три мальчика и три девочки. Старшие мальчики, младшие девочки. То есть у вас три старших, это все парни и потом три девочки. Да. Ну, расскажите о них. Старший сын у нас учится в техникуме. Средний сын, ну, как в школе, посещает секцию вольная борьба. У него там есть, как бы, небольшие заслуги, да. Для нас, для родителей, это гордость, медали. То есть там наши, местного значения медали. Но нам это очень приятно. Дальше. Средний сын также посещает, но пока еще там заслуг нету, но уходит тоже на секцию вольной борьбы. А девочка в этом году закончила садик и пойдет в первый класс. У нас в этом году, как бы, тоже праздник, да, в первый классник у нас. Ну, а маленький еще, как бы, в садик, дома. Есть планы, что еще появится у вас? Что на шестерых не остановитесь? Ну, посмотрим. Я думаю, договоримся. Чтобы получить еще одну медаль, родительская доблесть. А как вы узнали, да, как вообще вам позвонили, сообщили? Почему именно вас выбрали, как вы думаете? Ну, данный вопрос был поднят управлением администрации нашего района. Вот, и то, как наша семья туда вообще попала, ну, нам мало известно. Ну, скорее всего, органы работают, видят, как нашу семью, так и многие другие, как живем, чем занимаемся. Поэтому, как бы, и стал вопрос. Вот. Мы и мы участвовали в этом конкурсе. Здесь, получается, уже в Краснодаре, да, выбирали из всех районов представленные многодетные семьи. И определили в прошлом году 14, да, вы, кажется, говорили, семей. Да, было 14. Сам момент, само получение награды, насколько торжественно, волнительно запомнилось? Ну, конечно, торжественно. Если награду вручал сам губернатор Краснодарского округа. Что дети сказали по поводу награды? Дети, ну, особо таких... Они не прочувствовали, да, все серьезные моменты просто? Да, для них было интересно. Это вот банкетный зал. Представление. Да, представление, сладости. Вот это ихняя радость. Все семьей, да, у вас прям 8 человек все приехали, получается? Нет, мы маленькую оставляли. Маленькую оставляли. Нет, так бы маленькую. Ага. На этой неделе была информация, есть, да, депутаты Госдумы, кажется, предложили, чтобы многодетных семей было больше, за третьего ребенка давать квартиру. И вообще, вот, материально стимулировать. Вы считаете, вот именно такие материальные заслуги, они помогут увеличить количество многодетных семей? Или это будут семьи, где рождаются дети не ради детей? Скажешь? Нет, говорите. Так, ну, хочу сказать, это будет стимулом. Ну, вот, как вы говорите, и я надеюсь, что это не будет стимулом ради, как говорится, именно приобретения этих средств. Вот, ну, помощь нужна и необходима. Многие семьи, ну, мы прекрасно понимаем, не способны сегодня приобретать такие, как говорится, ну, и менять жилищные условия. Поэтому это будет хороший приоритет. Ну, вы сейчас какую-то чувствуете поддержку от государства, от властей? То есть какие-то вы получаете, там, материнские капиталы, дотации? Все это, конечно. Я понимаю, конечно, да, что это не какие-то огромные судьбы, но, тем не менее, что-то есть. Хорошо, понятно, да, многие говорят, конечно, будут деньги, будет больше возможности, да, еще увеличить семью. А вот именно такая поддержка нематериальная, как-то медали, грамоты, сборы, телевизионные программы, посвященные многодетным семьям. Это важно или нет? Помните, даже фильм такой, который в советское время был, Гундарева играл, когда «Многодетная мама». И вот говорят, что такие фильмы, они продвигают положительные мысли о многодетных семьях. Будет, это и есть, как говорится, дает такую значимую и гордость, и стремление, желание. И в дальнейшем, как говорится, появиться не только у вас на канале, и появиться где-то еще. И рассказать о себе, о семье, о том, как говорится, какой быт, чем занимаемся, как живем. Среди ваших знакомых много многодетных? Много. Много. Сегодня много тех, кто и стремится к этому. Я не скажу, как в городах это. Мы-то живем в сельской местности, и поэтому мы больше это видим. Мне кажется, все-таки в сельской местности многодетных больше, чем в городах. Ну, честно, статистику не знаю, но я думаю, скорее всего, так и есть. Все-таки вот эта динамика идет, да, то, что семьи многодетных становится больше. Несмотря на какие-то тяжелые экономические ситуации, люди продолжают. Есть, конечно. И тем не менее, не все так легко, да, вы же, как сказали про Юлю вначале, что несмотря на все сложности, как вы считаете, самое сложное, ну, если не брать в расчет, допустим, какие-то материальные моменты, то есть что еще сложно? Вот сейчас дети не такие, не знаю, послушные, компьютерная зависимость, социальные сети. С чем приходится бороться изо дня в день? Юля, расскажите. С компьютерной зависимостью. С компьютерами все-таки, да? Да, да, да. Есть такое, как бы, у молодежи. Ну, а так у меня, как бы, с детьми очень доверительные отношения, и, как бы, у нас, в моей семье, как бы, меня все устраивает, да? Я... Как вы проводите время? Где отдыхаете? Семья-то большая, далеко не уедешь, наверное, не улетишь. По-разному. По-разному, да. Стараемся где-то больше на природе и в пределах района. Если на море, выезжаем, ну, Казовское, Черное море, в принципе, здесь тоже недалеко. Поэтому, ну, таких с планов не строим куда-то, где-то далеко улетать, выезжать, ну, по месту. Спасибо, спасибо огромное, что пришли. Хоть и год спустя, но все равно мы вас поздравляем с медалью «Родинская доблесть», потому что это действительно доблесть. Спасибо огромное.